Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 910. События дня. Колосиам 3.20-3.25. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. К написанию этого короткого текста меня побудила беседа отца Геннадия Фаста о 13 главе 1 Коринфянам. Точнее, там был момент, который я подслушал, и здесь хотелось бы его несколько развить под названием «Любвистом о любви». Любвеобильностью в кавычках отличаются сектанты различных мастей и, увы, многие священнослужители Церкви Христовой. Любовь в кавычках и апелляция к ней, как главнейшему аргументу в полемике, частном суждении или гомилетическом высказывании, является коронным, и потому видится несокрушимым апперкотом по лику богословского невежества. И впрямь на первый взгляд кажется, что крыть нечем, ибо сотрясание воздуха и разума оппонента цитация «Тождествие Творца и Любви» 1 Иоанна 4,16 весьма эффектно и торжественно соперник повержен, постыжен. Дальше можно действовать исходя из собственных «благих» целей или корыстных побуждений. Однако тезис о Боге и любви – не схоластическая уловка, подвергающая своим абстрактным значениям человека к покорности и вниманию. Бог, как любовь, проясняет себя духом своим через апостола Павла в той же 13 главе 1 Коринфянам в 5 стихе. «Любовь не бесчинствует». Что же это означает? «Многое». Любовь не может бесчинствовать, отвергая созданную Иисусом Христом церковь, поставляя пасторов, само слово-то чужеродное, на место законных пастырей. Любовь не бесчинствует, провозглашая экуменическую формулу о равном спасительности путей, предлагаемых всевозможными гуру и проповедниками. «Любовь, в конце концов, не бесчинствует, попирая каноны и правила православной церкви, оправдывая нерадение и небрежение любовью». Итак, тезис о любви утверждается только истинным словом о любви в духе и букве Священного Писания, заглушая голос надменного пустозвонства. 1 Коринфянам 13.1 Еретиков-Ласкателей и погибельных речей лютых волков. Деяние 20.29 Ну вот на это что можно сказать? Я всю жизнь об этом говорю. Только начнешь что-то говорить. Да неважно, это главное любовь. Любовь все покрывает, любовь всему верит. А далеко не видно человека, но когда рядом видишь, у него ничего нет, он не понимает. Уходит, вот баптисты пришли. Мы их не крестим. Мы признаем их крещение. Ну на каком основании? Ну любовь, экономия, надо привлечь. Ну еретики. Сами отделились. Я беседую с баптистами. Он в них дьяконом считается. Ну сам-то никто. Самозванец. Я говорю, от вас отделились сейчас 30 человек. Молодежь ушла. Вы признаете их за церковь? Нет. Ну а первый-то вышел Джон Смит. А как? Как в России после Первой мировой войны тут нахлынуло? Ну дальше-то рассуждай. Ты не признаешь. Беседуй с адвентистами седьмого дня. Вот у вас ушло пять человек, и они себя провозгласили церковью, как вот вы. Вы их признаете? Ваши все. Субботу чтут, свинину не едят. Ну все как надо. Признаете или нет? Нет. А почему? Ну они избрали из себя, из среды себя лучшего. Рукоположили. А кто их рукоположил? У них же нет епископа. Так и у вас нету. Ну дальше-то рассуждайте. Ну а главное, любовь. Вот обман такой. Пастор. Вот это слово, сколько я говорил. Как только говорит, пастор – это явно еретик. Или конфессия, деноминация – это под этими словами рога выпящего из слова ересь. Нет этих слов. А православие тоже нет этого слова. Ну это делились от неистинных. К истинным пришли. Вот сегодня много спрашивают о старообрядцах. Ну открытым оком у нас выставлены книги. 12-й том. Почитайте. Почитайте по отца Симеона Дурасова, что с ним сделали. Старообрядчество в двух видах. Вот то Новозыпковское и Белокринецкое. Называли австрийское согласие на Рогорском кладбище. Никого не признают. Она на днях прямо пишет, что и переодя. Она все время так одевается, как старообрядца. Ну девица, не замужем. Но крестилась троеперстная. Ее сразу выставили. Ну почему? Ну может же было не троеперстная-то. А ее сразу и вытурили оттуда. Так что нашей Екатерине там не место оказалось. Я с одним тут близко знакомый. Потом он стал мне близким другом. А потом и родным, и ближе некуда. Я ему показал, как к старообрядцам пойдешь, пальцы двуперстно сложи. А другие три, два указательные и средние. Простертые вот так вот. А внизу три. Так он вот этими тремя у них молился в Москве. И на лоб ставил-то. Не двумя лоба касался, а тремя. Его не заметили. Потому что в момент так-то они видят, а вот пальцы все у него соприкосновенные. Вот небеса преклоненные, средний палец к земле. Ну объяснение дается такое. Старообрядчество. Я не говорю о беспоповцах, которых более 50 разных наименований и толков. Вот эти два, имеющие священство. Они не то, что нетерпимые. Они не знают, к чему нетерпимые. Не так. Не тот глаз. Не так. Уж я знаю, в Новосибирске близко-близко знаком был. Удивительный человек Александр Иванович Устинов и друг его Долгов Андрей Федотович. Ну и семьи, конечно, их. И мы близкие такие были знакомые. И вот когда на нас напали старообрядцы, а мы там были, старообрядчество – это моя родина, я там родился, знаю. Это полигон зарытых талантов. Вы им просто скажите. Вы посчитаете, называете апостолом 20 века Семенова. А кто такой? Ну, отец Михаил был. Стал он епископом Михаилом. Канадским. В Канаду забросили. А в Канаде-то ничего и нет. И он не причаститься ему нельзя, ничего нет. Загубил себя. И Санкт-Петербургский – экстраординарный профессор. Такого у них не было. Но когда умер, застукали его полностью. Где-то он шел, потерял рассудок. Они до сумасшествия доводят таких людей. И умер. Я говорю из первоисточника. То, что сегодня есть. И вот совсем недавно, ну, может быть, 10-15 лет назад. Не знаю, надо посмотреть. В 12-м томе «Открытым оком» у них Симеон Дурасов выступил. И у него жена умерла. Он сказал, что неужели вы благодати ограничили только старообрящество? Ну, конечно. То есть вот новообрящество там никого не признают-то. И что они с ним сделали? Они его исключили. Там, видимо, сан сняли. И все, он женился, ушел. Почитаешь, без слез считать нельзя. В 100 лет один появляется такой. Я это все испытал. Когда я стал проповедовать, говорить, как на меня набросились, что было. Отлучали. Прилучали. И все основанно на лжи. Вот сегодня я прочитал Евгения Тарапко. Он просто не знает. У них ложь конь во спасение. Официально разрешается лгать. Повторяю, говорю из первоисточника. Новосибирская община. Другое. Интересная статья у нас была в Алтайской правде, в губернской газете. Огромная статья Сохаревой Натальи. У злого человека голуби не водятся. Самое свирепое общество, какое я знаю, но я знаю за 55 лет миссионерской работе. Прямо в гуще сектантов. Более свирепых, чем старообрядцев, нету. Никого. Вот у нас здесь живут, в Потеряевке. Им намертво запретили в храм даже появляться. У меня хорошие установились отношения с митрополитом Корнилием. Сегодняшний, живой. Он мне прислал свою книгу «Сто проповедей». Я ему подарил. Он говорит, я много полезного, интересного, нужного, нового нашел в ваших книгах. Вот так. Я ему указал кое-что. Вот братья и сестры, где, говорит, так никто не говорил. Ни один апостол, ни златоуст, никто. Ну и далее. Глава там от стиха отделяется двоиточим, еще что-то. Когда отношения хорошие установились. Я ему написал, Владыка, у нас здесь живут старые обрядцы. Деревня-то маленькая, тут 10 дворов. Но среди них хорошие люди. Но одна из них за старые обрядцы, моя родная сестра Валентина Тихоновна. Она говорит, ну напиши, напиши, чтобы разрешили нам ходить к вам в храм. А мы-то какие? Мы не патриархийные. Русско-православная зарубежная церковь. У нас все правила, каноны. Ну все исполняется-то. Они ни к чему не могут придраться. Я говорю, пусть они заходят, не кланяются. Ну не ходят где-то, не болтаются. Они же на богослужении будут. А мы не заставляем. У нас двоеперстно молятся. И троеперстно разрешаем. Он как раз вот это взял во внимание. Не разрешаю. Потому что вы говорите, что это равнозначно. Двое перстно и троеперстно. Да, равнозначно с элементом ереси. То и другое. А как по-вашему правильно? Это уже не митрополиты, меня другие спрашивают. Я говорю, правильно, католики, пятерней. Пять ран. Речь идет о кресте голговском. На кресте плоть страдала. Божество бесстрастное, говорит Иоанн Златоуст. Да и так понятно. И где написано, Бог огневался, сошел, посмотрел. Это все антропоморфизм, приближение к человеку. Как бывает, о скотине говорят и о Боге одинаково. Приблизить к нашему пониманию. Неважно, в какой градации находится объект, о котором ты говоришь. Это я сегодня в Потеряевке нахожусь. Сегодня у нас 14 июня. За окошком дождь опять идет. Вот смотрю. Дожишка, маленький дожишка, ладырям отдышка. Попутно сказать. Вот. И о любви и прочее. Вот что здесь говорится. Все это игра. Начинаешь говорить, да, вот сектант, еретик. Ну, говорю, ты же нападаешь, ты же из баптистов пришел, да, тебя крестили. Нет, где, в Америке, там, в Англии. А почему не крестили? Ну, признали. Ну, какой он действительно от еретиков? У них нет осквернения. Поэтому такой злобный-злобный, как демон человек делается. А пришел, а который правильно пришел, да, крещенный из баптистов, как отец Геннадий Фасуд, Василий Толстенко, я могу назвать. Которые стали священниками здесь, отец Наум, еврей. Полный, он у баптистов был. Таких, сколько я могу назвать, как Павел Бачков, доктор богословия Московской патриархии, говорит. А тысячи людей, которые пришли в православие через Игнатия Тихоновича Лапкина, это куда мы денем? Нападают. Ну, нападают, это другого не может быть. Собака на цепи лает, ну, только делов лает-то. Не важно. Ну, вот это-то, волки лютые, это говорится именно о законных, о православных. Лютые волки. Просто лютые, это евреи и еретики. Это лютые. Лютые, бешеные, подлежащие отстрелу. И главное, все играют причастием. Да, таинства не допускаю, потому что ты принял крещение второе. Да его первого не было. Даже патриарх Кирилл держит ребенка, одетого и ладошкой мочит. Его сразу надо запрещать. Снимать с него сан. Согласно апостольского 50-го правила. Я не то, что против. Ну, за собор. Шестой вселенский собор, 84-е правило. О чем говорят? Ну, они ничего не понимают. Любовь. Главное, любовь. Вот человек пришел с улицы, ничего не знает. Ему тут же лоб помочили. И скорее прищищать его. Почему? А как бы он не умер. Да ты его умертвил уже здесь. А его машины задавят. Как будто бы кто идет крещение принимать, то обязательно все машины выстраиваются. Все. Уже со скорости снято. На тормозе только держат и рванут. Сейчас давить его. Ну, дурь. Дурь православная, освященная. Вот священник куда-то уехал. Наши пришли. Люди знакомые. В Александр-Невский храм. Город Барнаул. Ну, и вопрос задают. Сын запился. Не наши задают люди. А наши стоят, люди слушают. А женщина-библиотекарь. А священник уехал, и ей, ну, там был Александр Войтович. И все Александр, значит, он во имя Александра. Интересно. И попутно сказать. В зоне у заключенных, если стоит храм, начальник Виктор, Никита Павлович, в честь священномущенника Виктора, то есть все упоминают. Ну, и игра. Ну, то я Игнатий, батюшка Яким. Ну, мы же храмы не строим. Крестовозвиженская, свято-анфимовская. И это не тщеславие, что они делают. Удивительно все это. И вот эта любовь, в любовь играть. Чуть что остаться. А главное, любовь. Любисты. Любовь. А сам креститься-то не может. Не креститься, а как Войнович пишет Владимир, звездиться, отец звездоний. Эта тема такая, твердая, сразу берется. Главное – это любовь. Замещание сделано. Что вы, это главное – любовь. Ну, где нарушается все там? Какая же любовь-то? Ни к Слову Божьей любви нету, ни к канонам, ни к святым отцам, ни к Церкви Христовой. Ну, и ни к чему нету. Ни к Библии. Ну, какая любовь-то? Потворствование. И вот то, что отец Геннадий сказал, Юрий развивает эту тему. Ну, она для меня – это уже тысячи раз провернуто, с людьми говоря. Так наоборот. Говорите, что они неотразимы. Да, это кажущийся неотразим. Когда далее начинаешь говорить, то увидишь, какая корявая любовь у него. Там ничего блещащего на золоте. Золота нету, а ржавая железка. И он ей гремит. Евгений Торопко. Христианская этика взаимоотношений в Церкви определяет обращаться друг к другу брат или сестра. Ибо все мы – братья. Матфея 23 глава. Ну, там зашел разговор бабы, мужики. Ничего. Бабы. Ну, еще сказали бы. На таких взаимоотношениях, когда рядом находящийся в Церкви действительно брат и сестра, можно достичь в Церкви только общинного устроения. Попечения друг о друге раскрывается и братская любовь, и сестерическая забота. Вот у нас это все есть, как одна семья живем. Это правильно. Но, вот выходит, говорит отец Дмитрий Смирнов. И у нас церковь, посмотри. Мужчины – это одни бабы. Одни бабы. Но ничего, что бабы. Ну, почитай стихотворение Некрасова, как он упоминает, что она. Ну, бабы, мужики, ничего нет. Но в Церкви не принято так. В Церкви обращаться к бабам. Я не осуждаю его. Просто говорю. Братья и сестры. Сестры. И в Церкви тоже так не обращаются. А как только братья. А за обедом где-то можно говорить сестра. Игнатов Сергей Егорович. Спаси Христос. Брат Евгений Трабко совершенно прав. Но одно дело, когда об этом считаешь и слышишь. А другое, когда видишь на примере плода Божьей благодати, которая почивает в Крестовозвиженской и Анфиме некомедийской. Некомедия и… Сколько раз говорил уже. И. Вот здесь вот и надо писать. Некомедия. В православных общинах. Евгений Трабко. Разумею, что и нам самим нужно устроять подобные общины у себя на местах. Вот и устрояй. А не так. Я нашел там вот, а там что-то хорошее. И сразу туда пошел. Я знаю таких людей. Мужчины, женщины. Они всю жизнь мыкаются. Нашел истину. Крепко держи и там работай. Соробряще себе башку-то свернут скоро. Не голову, башку. И. И. Тихонович смог создать две общины. Значит, сможем и мы, по его примеру. Вот так и делай. Открыл Господь истину. Крепко держи и здесь и работай. Или я пророк был подобным нам человек-то. И по его молитве пошел дождь. Послание Якова. Вот у нас на улице дождь идет как раз. Где двое или трое собраны во имя Христа. Там и Господь Иисус Христос пребывает. Не собрались, а именно правильно цитируют. Общины не начинаются со священника, а с двоих, троих, желающих быть общиной Христовой. Будут двое или трое и более. Там Господь среди собравшихся и священника подаст для совершения тайн с Христовым. Вот у нас так и было. Священника не было. А мы собирались, молились общиной. А потом священника Бог дал. Роман Фроликов. Собирать во имя Его должны мы, миряне, я в первую очередь. Для этого Иисус Христос, слава Ему, дал нам, мирянам, обязанность благовествовать. Ишь, поминать. Христос, слава Ему. Это мусульман из Корана взято. Ну, неплохо. Слава Ему. Горе мне, если не благовествую, Новый Заветный. Нет нам извинения, если не благовествуем. Видите, как понимает Роман. Хорошо понимает. Виталий Калинико. 13-е, это вчерашнее число. Жизнь замерла в сообществе. О сообществе или непонятного. Евгений. Древле православные африканцы в Африке от Русской Старообрядческой Православной Церкви. Но только название древле. Древле, что они указывают, это на крещение князем Владимиром. Ну, какое оно древнее, тысячу лет прошло. Первое, это христиане, это мы ни в Евангелии, нигде о крестном знамени вообще нету, ни одного слова. Но оно было уже, указывает Василию Великой. Древнее это название. Когда говоришь, обрядоверца, старообрядцы. Ну, один обряд, они ничего не знают. Самые тупые, самые невозрожденные, самое противное Слово Божие, вот сколько я знаю, это старообрядцы. Повторяю, это моя родина, духовное рождение. Я с молоком матери это впитал. И не в какой-то, как мать у нас говорила, в насерку говорит. Нет. Я говорю то, что есть. Человек живой мыслит, как Евгений, и там ему, кажется, башку отвернут сразу. Они дерутся, выйдем, поговорим. И сразу тебя тут в коридоре бить начнут. Хулиганье. Епископ что-то не так Сюлан сделал. Там сразу двое. Могу назвать фамилии, и все. Они его повалили, пинали, били. Епископа. Что-то там старик сказал не так. Это приехали с белой креницы. Наши, новосибирские, старообрядцы-то. Они старика этого избили, там селезенку что ли ему отбили. Это грубейший народ. Свирепейший. Которых я знаю, повторяю. Ни с какими там еретиками их сравнивать даже нельзя. По образу жизни. Питье, это нормально. Пьяный священник благословляет, уезжает, улетает. И прям с трапа самолета упал под трап. А где он? Да нет, умер уже. Умер. И сестра, сестра все моложе, все умерли, запились. У них питье, это официально разрешено. Официально. Наталья Усата. По четкам сразу видно, старообрядцы. Она одета по форме, чего о наших православных не скажет. Спаси Христос и Ив. По форме, а полголовы открыто. Полголовы открыто-то. Она не замужем. Ну еще надо афишировать это. Где вы нашли это? Где? Посол Павел, когда говорит о покрытии, женские роды имеют. Роды. А если она не замужем? Ну ей 30, 50, 100 лет, она все без платка. Или наполовину голова открыта. Посмотрите, старообрядцев как. А у нас вот, она даже и грудной ребенок, и уже в платке. И как прилично смотрится. Это что, нетерпеливость. И вот, если жена, ну, мужу что-то против, а ей надо досадить, она, а я пойду к старообрядцам. Ну пошла, дочка там вышла замуж. Я спрашиваю, а отец-то наш, член общины как? Да никакой взять-то. Ну никакой. Их на молитву не добьешься, руки воздеть, боится. Два перста, вот тыщет ими все. А щепотью табак берут. А они все время довод давали у вас. Ну тревоги перстя. Я говорю, у меня пальцем папиросы держат, сегодня никто щепотит. Они сразу прекратили. Ну надо знать, что им ответить. Им дать надо плод здоровый, сильный. Евгений. В московской патриархии никому ничего не докажешь. Вот это не так. Не докажешь. А как же не докажешь? Вот сколько, вот ты, я же доказал, Господь? Сколько таких людей у нас в общине ничего не докажешь? Неправда. Тут полная неправда. Это я знаю, сколько, где бываем. Доказываешь. Истина с тобою. Значит, а пойти, где докажешь? Старобрядцам вообще ничего не докажешь. Что Библию считать надо? Библия с ума сходит. Переведено неправильно. Златоуста показывает неправильно. С двумя и. Ты, Евгений, не играй этим. Старобрядцам это значит потеря всего. Что у тебя было? Все замазано будет. Тебя сделают таким, что ты рта не раскроешь. А ты любишь поговорить. Там этого не будет. Там тебе это закроют. Галь, ты мауль. И все. Пытаюсь узнать, как совершает крещение их священство. Даром, бесплатно или за деньги. Ну, какое это? Даром, бесплатно, за деньги. Разве это главное? Конечно, даром должно быть и бесплатно. Это так. А в больших где-то узнаешь. Ну, там маленькие где-то скажут. А остальное неизвестно как. Наталья Усата. Так, у Игнатия Тихоновича есть все о них. Попросите, чтобы сюда в чате выставил материал. И в каком томе написано. Повторяю, Наташа, это все в 12-м томе. Ну, я просто открываю, говорю, там какие статьи из журналов старообрядческих. Хорошие статьи. Зенин там пишет, как Муравлевский. Перечисляю. А что? И Федор Ефимович Мельников. Я его знаю более 55 лет. Еще по старообрядческим журналам. Не предвзято. Хороший человек. Все. Но дальше этого никуда не шел. А у них только те, которые связаны как-то были с патриархией где-то. Вот у них настоящие проповеди, вдохновенные, как епископа Максима, этого Михаила Семенова, который поминает Дурасова Семена. Елена Фауров. Кто досмотрел ролик Романа? Там о чем? О соннике. Вот у них сны. Наталья Усад. Евгений, напишите, как проходит крещение у вас в Израиле, в Антиохийской церкви. В полное погружение или нет? Деньги берут? Евгений. Дьяконско-сарообрядческая хератония в Африке, Уганда, митрополит Корнили. Виталий Калиников сарообрядцем потянуло. Наталья. О-о-о, в такой дали. Елена Фауров. Потомки хама спасутся. Интересно. Евгений. У нас в Израиле нет антиохийской церкви. Она в Ливане, в Сирии. Насколько мне известно, Иерусалимский патриархат прекратил евхаристическое общение с антиохийским патриархатом из-за канонической дележки приходов в Катаре. То есть неработники. Смотри, Евгений, не увлекайся. Это ямой, с которой тебе не вылезти. Там тебе запретят с кем-либо встречаться. Вот у меня был, я у старообрядца белокренистской иерархии в Новосибирске, ну, с женой Надежды. И ходили к баптистам. И там запрещается отлучать. Они знают, что в это время один пошел за нами тайно, Долгов Андрей Федотович. И сидел там, а у народа много у них. Я, говорит, видел, как он беседует с баптистами. А его гонят за это. То есть они в этом вопросе совершенно слепые, тупые и пьяные. Там не позволят тебе никакой вольности. Это я говорю тебе, испытав сам. Это длинная история, я уже не раз рассказывал. Наталья. Вот так Господь одним словом и половина земного шара сотрет с лица земли. Там смотрят наводнение. Хорошо, когда много деревьев хоть как-то приостанавливает течение. Евгений. Виталий, не то что потянуло-то, я ищу правда и истины. Да ты ее нашел уже, правда и истины. Когда основное попирается, а мы пытаемся исправить второстепенную. Как это второстепенное? Ты чего, Евгений? Ну, как второстепенно? Я свидетельствую среди метрополитов, епископов, патриархов. Везде строят купели. И, ну, даже купели это в аптестерии. Это второстепенное, когда начинается жизнь во Христе. Я тебе просто буду показывать в других местах, которых людей не знаете. У нас есть сила исправлять МП. У вас исправляйте. Здорово. У вас есть, исправляйте. А мне не надо. Я пойду там, где пирог горячий. Я вот нашел там, нету, ты выправи. А за что тебе там награда? Так чужому пирогу. А вот здесь вот мы в 21 тысяче селений, но сейчас больше намного исчезли. 10 тысяч дышит наладан в России. Ну, вот возьми пустую землю, как мы. Речь-то идет уже нет. Дальше храм по всем порядкам. А сейчас мы работаем здесь. Я, Володя и Натая приехала, Марина Христианка из Украины. Сколько за два дня. За два дня сделали? А ты, если на месте сидишь, что ты будешь делать? Ты конкретно возьми за какое-то дело-то и... Вот и все. И будет видно насчет испособен. Не просто так. А вот там не тогда заброшенное. Да, дорог нету, строим дороги. Да, нету воды, то другое. Вот уже шесть прудов. Да не просто так пруды, а озера настоящие. Конечно, деньги надо. Конкретно себя проверь на чем-то. Вот нас давили-давили, решили там разрушить строение. Побуждают нас к этому. Я раз его переименовал в лагере. Оставленный музей. Повторяю, музей. О-о-о. Да какое ему название-то мы дали. Я уже показывал об этом. Вот. Смотри, сейчас здесь вот покажу. Музей. Комплекс. Для бедных лагерей. Вот. И уже все. Вчера мы там побелили. Там туалет провалился, завалился. Все подняли, все сделали. Ползаю, крапиву рву. Вокруг все виноград. Весь пропал, ничего подняли, привязали, где можно было. Колени не хватали, штаны. Жена не успевает подчинять. Потому что рвать надо. Лопаты. Вот. И все. И по-другому завиделось. Везде надписи сделали. Поехал батюшка там. Земли тут мало не дают. Обманывает. Все. Сказали. Два месяца подождать надо. Там совещание будет. А ничего не делай. А я пойду где хорошо. Никогда ты не найдешь где хорошо. Хорошо, говорит, везде, где нас нет. Где нас нет. Мы никуда не движемся. И хорошее отношение со старообрядцами. Вот так. И с баптистами со всеми трудимся вместе. Но у меня ощущение, что мы им пытаемся постоянно что-то доказывать. Мы там не можем быть самыми собой, как говорят. Вот как раз за это и награда тебе будет. Ты не можешь. Не можешь. Мы показываем. Вот мы с нуля взяли землю с нуля. 21 тысяча. Какой процент? Погубленных полностью. Только на Алтае более 400 деревень погибло. А мы на это не смотрим. Взяли. Электричество есть. Вот я сижу, я считаю, в Потеряевке. Электричество. Здесь же интернет работает уже. Школа работает. Какие учащиеся, учатся дальше. То есть все навье. Как дальше? Все нормально. А чем жить? Подсобное хозяйство. Скотину что, слабо? Это не годится так. Молоко любим, сметану любим, а корову держать не любим. А вот Игорь держит. Вот. Андрей тут держит. Кто желает? Вот женщина одна у нас была. Две коровы, кажется, держала. Все равно продолжает и плату брать за крещение и крестить мощением. Все равно. Христос что делал? Все равно гнали, убивали. Ну, никуда же не пошли, не к филистимлянам. Но ты образуй. Вот в этом-то все и заключается. Да, пчелы там... А ты образуй. Пасека. И все у тебя будет. Начни с нуля. А не так. Я увидал, хорошо, я пойду, я исследую туда. Да куда это годится? Никакой ты совсем-то да. Да и многое другое в целом. Нет никакого порядка на службах. Нет никакого. Нет ни в ко... Удивительно. А если есть порядок? Какая твоя роль? Как? Что ты там сделал? Вот мы приехали, никого нету. Мы трое. И поэтому все, что сделали, троим приписывается. Если бы за деньги работали, мы заработали бы кучу денег уже. Но мы делаем все бесплатно. И вода стоит, и лодка плавает. И купаются люди, птицы новые появились. Среди бородобреев выглядишь, как какое-то бородатое пугало. Все на тебя оборачиваются. А, вон как. Пугало, что думают. И никакой еще совсем. А ты наоборот здесь как боец выступи. Мы где были, нет, а сейчас бороду смотрим, что многие из священники перестали бриться. Раз, другой материалы им дали. Ты не боец совсем. Перестань дурковать. Мы им ничего не докажем. То есть заранее белый флаг выкинул. Ничего не докажем. Ты говори, а Господь сделает. Доверься Богу. Это не рассуждение. Они в итоге просто изгонят с мотивами навязывания другим церковных обычаев. Ну, надо тебе сказать, что сегодня у нас это за 14-е. Здесь я подробно все говорю. Роман пророка. Верующих оскорбляют в России не лучше, чем в Израиле. Игнатов. Спасибо, Христос, дорогие во Христе мужи, братья. Прошу ваших молитв для уврачевания, как угодно Господу моих. Отношения с настоятельностью от Тихоновского храма в городе Углидаре, Донецкая область, епархии, протеереем Николаем, который, узнав о моем каноническом крещении, чего он сам не делает, заявил, что я совершил перекрещивание. И не допускает меня ни до каких тайн в церкви. Да успокойся, Сергей. Он не допускает, это и на него падает, ни на тебя. Он, Мария Египетская, 47 лет не причащалась. Тоже я не один раз попадал под это никакой, продолжая работать. А дальше они сами его разберутся. Заявляют, чтобы я обратился к архиерею, митрополиту Донецкому, Наревпольскому, Илариону, который находится вне него под контрольной украинской власти в городе Донецке. Все это происходит по промыслу Господа Бога. Аллилуйя. Ваш брат во Христе, прихожанин Свято-Тихоновского храма Игнатия Сергея. Игнат Сергей. Ну, еще сказать на это. А надо ли обращаться? Можно обратиться. Но он, если сам не крещеный, моченый епископ, что он тебе ответит? Он за него и будет. Значит, ваше платье деньги хорошо. Ну, проверь себя, сходи. Но только сильно-то не надейся. Жду в гости. Работник нужен. Евгений. Старообрядческую церковь впервые приняли чернокожих африканцев. Ну, дальше я буду пере... Мне трудно, наверное, мы считать. Считайте. Видишь, пишет кто-то, посоветствуется. Надо с Игнатием Тихонов насчет волков в офисе шкуре. А что советуется? Я отвечаю вам. Да. Ты таких волков, особенно в старообрядчестве, увидишь. Там кладбище, скотомогильник я тебя называю. Ничего не знаю, совершенно. Раскланиваются. Куда, как, персты. Внешний только обряд. Внутреннее писание совершенно не знают. Одна... Ну, о Сибирске говорит моей сестре. Она у старообрядства Белокринецкого, у Корнилья как раз. А я книги Игнатия не считаю. Я их не люблю. А почему? Так он все время говорит о Библии. А я Библию терпеть не могу. Но еще из этого ты возьмешь. Мне страшно говорить, как она говорит. Он говорит Иегова. Так что это? А я думал, что это имя относится к нечистой силе. То есть вот она относится как. Понятий никакого нет. Пресвятое имя Божие, она приписывает сатане. И нормально, причащается. Все, она ничего не знает. И знать не будет. У нас есть тут старообрядцы. А то в таком ужасе живет. Я иду, фотографирую, утром коров выгоняют. А он выходит. Из армии вернулся человек. Он меня не видит. Увидел меня, что я фотографирую. И за корову спрятался, чтобы не увидели, потому что его отлучат. Они в ужасном страхе. Вот заехали к нам баптисты. А прямо напротив ее. Она старообрядка. Старообрядка, говорится. Старая тряпка. Я охотаю послушать, так она там среди своей сирени через оградку выглядывает. А выйти нельзя. Иначе ее заснимут. И священник сразу ее отлучит. Они только это знают. Они сохраняют свое дремущее невежество, свирепость. Что пойти где-то, кому-то, свидетельство. Для всех сделал совсем. Мне это за тысячу лет никогда не было. А вот персты. Тысяча двое. Уперто. Считайте здесь. Дальше. Сергей Горохов пишет. Мир вам, Игнатий Тихонович. Пишу вам, потому что беспокоюсь за ваше здоровье. Ведь в прошлом году вы на прудах носили по две жерди. Не две жерди, а два столбушка. Свая. Чтобы в пруду было больше рыбы. Ну, а рыбы-то уж и не думали воду задержать. Послушайте лучше Христа Господа нашего, сказавшую, идите за мною. Я сделаю вас ловцами человеков. И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. А как Петр говорит, иду ловить рыбу. Это уже не в счет. Значит, меня упрекает из-за этого. Матфея 4, 19, 20. Что я работаю. Вряд ли апостол, получив Духа Святого, и родившись свыше, носили с собой сети и подрабатывали ловля рыбы. Да, работали. Значит, не очень знаете. Почитайте житие Иоанна Богослова, Прохора. Как они в баню топили, как их приняла там Романа одна. Они работали. Именно работали, как Климент Римский на каменоломнях. И выработку давали. И как в поте лица Павел непрестанно в трудах. Павел шил. А где это известно, что шил? Палатки делал? Да, как никто не знает. То ли ткал, то ли сшивал. Неизвестно. То ли шкуры выделывали. Палатки-то из чего делались? Тогда не очень-то было. И шкур, вернее всего. Вряд ли апостолы, получив Духа Святого, родившись свыше, носили с собой сети, подрабатывали. Раз написано «оставили сети», значит, действительно оставили. Ну, оставили на то время, а дальше-то еще не считают. После этого они рыбачат, уже воскресшие идет, забросьте сети. Ну, какое же это знание, писание-то? Оставили. Оставили, пошли в данном случае, а потом вернулись обратно и работали. Работали, работа никогда не была в поношении, а наоборот, в радость. Здесь, считая мы про всех, вот, Дамаскин, Соловецкие острова, Валаам, отстраивали. Кто? Монахи? Все, оставили. А как они работали? Вот, почитай, по все монастырские уставы, как они работали. Ой-ой-ой, на лодках землю возились, материка. Работали, именно работали. Себя в рабство продавали, как в Девицкопавлин. Вы не знаете где-то. Поэтому работа и труд, молитва и труд, все перетрут. Павел, говорит, непрестанно в трудах, в поте лица. Есть хлеб в поте лица. И вот останавливаешься где-то и скорее работать. Где у кого что, кто делает. Все рассказывают. Совершенно неправильно. По силам надо оставили. Здесь лучше взять пример апостола Павла, который в качестве рукоделия и переработка выбрал шитье палаток. Это и физически не тяжело. Как определил? Расшить не тяжело. Не знаем. Из инструментов с собой можно носить только иголки и шило. Да не только иголки и шило. Не знаем мы этого. Ничего не известно. Можно отложить, переключиться на другую работу или молитву. Другими словами, Господь не требует в вашем преклонном возрасте такого тяжелого физического труда. Разве есть примеры Святой Библии, чтобы в вашем возрасте так себя изнуряли? Да, есть житя святых. До конца плетет веревки, умер. И веревку в руке не могли разжать, отрезали веревку. Вы просто не знаете. Я не упрекаю. Просто говорю, что явно не знаете. И они работали. Вот у Пахоми 11 тысяч монахов там было. Как они? Монахи-то это более отреченные, чем я в миру. Я в миру, и поэтому я и должен пример показать, а не просто языком, говорится, ляскать. Что-то неизвестно говорить. Труд. Непрерывный труд. И за скотиной ухаживать, и про патриархи Авраам Исаакиаков. Все были со скотами. И Иов. Они работали. Работа в упрек не ставится. Но чтобы она не была поперек дороги. А никак. Вот я свидетельствую вам. Серегня Игнатов. Спаси Христос. Спрошу ваших молитв, чтобы Владыка Иларион дал каноническую оценку эпитемии, которую на меня наложил настоятель Свято-Тихоновского храма. Успокойся. Не заботься об этом. Ты свое дело делай. А он еще тебе не даст. Дальше. Прочитайте все. Они давно забыли все эти каноны. Тормозите и смотрите. Как хорошо. Какое большое послание. И вот интересно пишет мне одна. Дорогой Игнатий Тихонович. Удивительное дело. 10 июня у вас была дата рождения. А у меня был тоже этот день необычный. Я радовалась. Это Екатерина пишет. Одна. Голубева. Воскресенье. Вот как они встретились. Считайте сами. Мне тяжеловато считать. Конечно рассказала о крещении. Как должно оно происходить. Прочной душеполезной. Двоим. Вновь пришедшим сестрам. Я дала по книге. Крестному православию. Для чтения. И все мы смотрели ваши ролики. Которые вам мы посылаем. Стихотворение напишут. Вы посчитаете тоже. Тут я пишу к администрации у Сергея Пупкова. Новый аппарат записывает так, что если больше полчаса запись, то аппарат сам автоматически рвет на вторую и даже на третью часть. Поэтому эти занятия и собрания там в основном такие длинные записи. Сразу же нужно их соединять, чтобы был один ролик из этих разорванных. Наши ресурсы взглянуть. Вот первый. Мой мир. В моем мире я очень люблю. Видите как. Второй это православный форум 1600 тем. И вот здесь православный видеоканал. Это 11 380 наших видеороликов. И вот тут несколько дней задержка была. Игорь не ехал в город. И сразу сегодня выставил два события дня. Несколько пропущено было. А жития, которые я записал раньше, спуститесь вниз. За 20 век. Это не Дмитрия Ростовского. За 20 век вновь канонизированы. Я их выставил. А они выставляются не здесь. А туда дальше. Прошедшие, когда я еще в Барнауле был. Там поищите их. Про царя Николая II. Вот такое дело. Ну и православный сайт большой. Вот спрашивали, где книги. А вот все книги изданы, пожалуйста. Вот она. Вот нажимаем. Вот оно пришло. Где книги? А вот они книги. Скачать какой том? Я говорил 12. Прямо указываю, откуда взято. Все на этом сегодня.